Всем привет, дорогие друзья! Расскажу, как проявляются благословения в местах силы, ну или в святых местах. Какие можно также видеть знаки и постараюсь прояснить, каким образом можно помогать близким или дорогим для нас людям. Сразу давайте буду начинать. Я здесь столкнулся в состоянии сновидения со своей супругой. И где-то приблизительно дня за три до этого у нас тут был ряд событий, которые связаны с большим количеством работы. Довольно все как-то напряженно было, суетливо и естественно у нее было минимум возможностей для практики. В результате в состоянии сновидения, наблюдая за ней, я видел как в сновидении начинают проявляться довольно скверные какие-то элементы. И железная дорога, какая-то и почему-то цыгане, разрушенные дома, она куда-то идет, какая-то работа. И я следую за ней, за ее астральным телом, я понимаю, что она находится в полубессознательном состоянии. Я не могу понять, что вообще происходит. Обычно она в довольно хорошей форме, а здесь бывают такие загруженные дни, когда сил тратится много, времени на практику не хватает и естественно происходят какие-то сбои. В этом плане подобные элементы хороши для того, чтобы человек понимал, что да, вот если происходит сбой, то это не значит, что это все конец света, можно всегда восстановиться. В этом плане подобные состояния не крайне благоприятны, потому что ты понимаешь, что ну да, ну как бы нет времени, нет сил, нет там, какие-то проблемы были. То есть проблем бывает очень много у каждого из нас и это неизбежно. Но самое главное то, каким образом мы впоследствии превосходим эти проблемы, как мы выкручиваемся из этих ситуаций, каким образом мы проявляем какую-то свою определенную стойкость, это более ценно, чем какое-то наше индульгирование по поводу трудностей и так далее. И вот увидев то, что супруга находится в таком довольно скверном состоянии, я понял, что надо как-то ее помогать, вытягивать. И я взял ее астральное тело, ее тело-сновидение и переместил в Индию. Стандартная практика. С одной стороны, это очень хорошо и интересно, даже когда ты в астральном мире путешествуешь, летаешь по Индии, по святым местам. Да, то есть это всегда интересно. То есть можно было бы там сидеть какое-то время мантру начитывать, перепросмотр делать. Когда ты летаешь по Индии, когда проявляются какие-то там формы других божеств, когда какие-то световые явления происходят, это всегда намного более интересно. Да, и я, соответственно, взял духовное тело своей супруги и переместил ее в Индию. Сначала я ее отвел к божеству, известному как Радхараман. Ну, то есть это такое, мое, одно из самых любимых божеств, наверное, Вриндавана. Мы там получили даршан, но в этом храме ничего не произошло. И дальше мы переместились, искупнулись. Ну, я ее искупал в нескольких священных кундах, причем довольно приличное количество раз. Я ее в буквальном смысле махал в священные воды, священных озер. Впоследствии я повел ее опять в один из храмов. И все дело в том, что в следующий храм, который я ее повел, да, я знал, что это храм, в котором почитают Кришна Аватара. Но я не намеревался в него попасть, как бы это сказать, умышленным образом, да, то есть я не загадывал, чтобы попасть в тот или иной храм. Но я выразил просто намерение попасть в храм Кришны, да, чтобы опять, чтобы супруга опять имела возможность получить благословение божества Кришна Аватара. И мы оказались в храме. Храм был небольшой, сам по себе, ну, как бы там очень много храмов, есть и большие, и маленькие, и совсем маленькие, где буквально может поместиться там два человека, да, пуджарь и какой-то преданный там, вот, и так далее. Мы оказались в храме, в котором было, наверное, в котором было, может быть, размерами, ну, может, там, 6 на 6 метров или 7 на 7 метров, где-то так вот, да. Вот, были божества, мы совершили почитание, вот, и в какой-то момент то, что начало происходить с супругой, меня удивило настолько приятным образом, да, то есть мы поклонились божеству. Божеству. И в какой-то момент она начала, во-первых, от нее начал исходить очень-очень красивый, мощный такой темно-синий насыщенный свет, причем полностью от всего его тела начал исходить. А впоследствии с верхней части тела начало проявляться очень мощное такое, знаете, темно-синее сияние, и в то же самое время сияние голубого света, да, то есть там сразу такая гамма света начала проявляться. Но этот свет начал проявлять, начал трансформировать ее в некое существо. О, и это произошло, как бы, наверное, произошло в течение нескольких секунд, и я увидел, как моя супруга превратилась в павлина. И это было, это было, это был павлин, ну или девочка павлиниха, да, или как правильно сказать-то. Да, и она была с таким очень длинным, красивым хвостом, хотя на удивление, на самом деле, я не знаю, как они называются, самки павлинов, да, они в Индии, они совсем маленькие, и они вообще похожи на курочек, на куриц. У них короткий хвост, они вообще такие маленькие, такие невзрачные, у них нет какой-то вообще такой красоты, а павлины, они все такие, знаете, они, во-первых, очень крупные, раза в три больше, чем курочки, да, вот эти вот павлинихи. Ну, давайте я их буду называть павлинихами. Я не знаю просто, как они называются в природе, да, ну, то есть, как это вообще, я не по этим вопросам. И, ну, мы видели павлинов и видели, как за ними следует всегда, ну, как бы павлины, у них, у каждого павлина сразу, у каждого, у одного павлина обычно 10, 15, 20 курочек, это, короче, их семья, павлини семья такая, да, и когда подходишь к павлину, они не прячутся, ну, то есть, они позволяют подойти очень близко, ну, на расстоянии там 5-6 метров, потом могут взлететь и перелететь, но при этом всегда рядом по кустам слышен шум, да, и по кустам вот эти вот курочки, они там двигаются, перемещаются, они всегда такие невзрачные, они такие вот, ну, вообще невзрачные, но здесь, когда я увидел, я увидел, что это, этот павлин, это была девочка, хотя она была с длинным распускающимся хвостом, но это была девочка, да, то есть, это была павлиниха, вот, и моя супруга полностью, ну, точнее, ее тело сновидения полностью превратилось в такого вот павлина, который сидел на веточке, да, и с очень-очень красивым, очень красивым хвостом, причем хвост был с таким, знаете, темно-синим отливом, тоже очень красивый цвет, просто, друзья, вы не представляете, какая это была красота, и когда я увидел ее в форме павлина, есть в действительности изображения во Вриндаване, есть истории, связанные с, я сейчас расскажу эту историю, когда Кришна превращался в павлина, во Вриндаване есть ряд изображений, где можно видеть Кришну и Радху в форме павлинов, и как они танцуют, павлиний танец, и эта история, она в действительности происходила. Я это рассказываю не к тому, чтобы подчеркнуть, что моя какая-то, моя супруга является какой-то супер-супер, там, нет, 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 на самом деле суть-то совершенно в другом, потому что я знаю, наших комментаторов, подписчиков начнут всякую ересь писать. Друзья мои, суть не в том, как трансформировалась моя супруга, какие знаки у нее проявились в астральном теле. Все это произошло именно в определенном священном месте, в месте силы, которая связана именно с трансформацией Кришны в павлина. Сейчас расскажу, там есть священная гора Варшана, вот, это считается, эта гора считается, она состоит из четырех холмов, из четырех довольно-таки высоких гор, и эти горы, они как бы слеплены друг с дружкой, да, вот, ну, плотно примыкают, и с горы на гору можно переходить, там, опускаешься, поднимаешься на следующую, опускаешься на следующую, да, то есть они вместе находятся, и по легенде считается, что эти четыре горы, они являются головами Брахмы, да, то есть Брахма, зная, что Радхарани должна воплотиться на земле, он подставил свою голову в образе четырех холмов. Кстати, по поводу святости этих четырех холмов, я ни в коем случае не стремлюсь каким-то образом принизить качество Брахмы, но у меня были видения, связанные с Гвардханом, и были видения, связанные с холмами, вот этими Варшаны. Так вот, хочу сказать, что весь холм Гвардхан, он сияет таким же самым светом, как сияют божества во Вриндаване, да, то есть тот же самый Радхараман или другие божества. То есть весь холм сияет светом, подобно тому, как сияют божества или сияет сам Кришна. То же самое время холмы, на которых воплотилась Радхарани, они не сияют светом, да, то есть того уровня величия или божественной святости его нет в проявленной форме Брахмы, да, то есть в проявленной форме тех гор. Это я смотрел духовным зрением, потом как-нибудь еще затрону эту тему, интересная тема на самом деле. Мне было интересно, какой уровень Брахмы относительно Кришны. Да, извините, у меня бывают такие интересы, наверное, не каждому подобные мысли в голову даже приходят, а мне вот, я люблю такие какие-то тонкие нюансы, и для меня было важно, ну или же интересно, да, вот есть ли подобный свет, тот свет, который есть в Кришне, есть ли он в Брахме? Так вот, в Брахме его нет, да, то есть это Брахма, никто не говорит о святых, никто не говорит о том, что Брахма какой-то неправильный, несвятой и так далее, нет, но уровень все-таки Божества, Кришна-Аватара, он запредельно более высокий, чем уровень Брахмы. То есть это несравнимые уровни. И даже вот на таком простом примере, как способность видеть духовную, светоносную составляющую, мест силы, связанных с Гавардханом, либо с Варшаной, это разные по своей сути, по своей реализации места. Были у меня еще, был еще непонятный какой-то внутренний запрос относительно того, а зачем вообще Брахма подставил голову для Радхарани? Почему он не захотел подставить голову для Кришны, для его Аватаров? Почему такой вот, знаете, интерес именно к форме Божественной Матери? Вот с чего бы это? Тоже, как бы, ну, естественно, я не буду разрушать какие-то мифы и так далее. Я не за этим делюсь знаниями, да, но, скорее всего, там тонкие эго у Брахма существуют. Именно поэтому у него нет той реализации, которая есть все-таки у Кришны. Вот, ну, это совсем разные уровни. Это крайне разные уровни. Были... Как-то я ездил... Как-то я ездил на север Индии, в город Хальдвани, и там на расстоянии, не помню, по-моему, километров, может, 15-20, ашрам Хайдакан Бабы, Бабаджи, так называемый Бабаджи. И я был в этом ашраме, и в действительности Бабаджи, он часто упоминает богини Дургу. Как бы, по легенде говорится даже, что Бабаджи долгое время почитал именно божественную мать Дургу, и она является покровительствующим божеством. Но, что самое интересное, ашрам Бабаджи, он какой-то, знаете, на мое, исключительно сугубо мое мнение, он какой-то никакой. Не потому, что Бабаджи какой-то неправильный, или Дурга, я не буду это разбираться, но ситуация, когда йог, мистик, почитает божественную мать для развития, при этом, скорее всего, если присутствуют какие-то неверные качества развития, то могут быть сбои. И вот ашрам Бабаджи, ну, он, мягко говоря, сырой какой-то. Вроде как он, знаете, пришел из света, и такой весь, весь такой вот супер божественная личность, да, но, не знаю, меня вообще не впечатлило. Ашрам вообще не впечатлил. Хотя видения, связанные с Бабаджи, у меня были, и хочу сказать, и реализации Бабаджи тоже, да, то есть, по сравнению с Кришной Аватаром, вообще небо и земля. То есть, Бабаджи, на самом деле, и рядом не валялся, по сравнению с Вриндаваном. И стоит ли ехать, допустим, в Хальдвани, в город Хальдвани, там же, кстати, рядышком находится и ашрам Пайлот Бабы. Розовый большой ашрам, этажей, наверное, 4-5 этажей на берегу реки. Я видел его, я не стал туда заезжать, как бы, Пайлот Баба для меня вообще не интересен. Вот. Если Хальдвани был до какого-то времени интересен, до тех пор, пока я туда не поехал и не увидел все, то, что там происходит, да, вот, и тогда я потерял всякий интерес, то тогда все-таки для меня все-таки Вриндаван был, ну, вышел на первое место в приоритетах. вот, то Пайлот Баба, мне кажется, это, ну, вообще такое. Возвращаясь, давайте все-таки, а то сейчас затяну ролик, да, и возвращаясь все-таки к истории о Варшане, горах Варшаны, на одной из гор есть довольно небольшой храм, и он, как бы такой на скале расположенный, очень интересный, там есть маленький храм, и в этом храме долгое время жил святой, который был слепой. Представьте себе, с самого детства там находился святой, ну, или был преданный, который все время там жил, служил божеством, и он был всегда слепым, и вот он получил благословение Кришны, и у него было откровение, в котором он видел сюжет, когда Кришна постоянно находился в как, в особых любовных, ну, естественно, детских отношениях, да, то есть, это отношения любви, но это дети были, да, как бы там ни было, это все равно были дети, и а Радхарани, по легенде, отдали в очень раннем возрасте замуж за мальчика, за мальчишку, который родился с неблагоприятной кармой, и по легенде говорится, что он немножко был не в себе, да, то есть, такой немножко с синдромом какого-то там отклонения, и ее отдали еще будучи ребенком замуж за этого мальчишку, да, хотя он немножко, ну, или слабоумный какой-то был, ну, такой полный отставаний каких-то таких, вот, непонятный, вот, но при этом у этого мальчишки была довольно зловредная как это называется мама, да, и соответственно для Радхарани она была свекруха, по-моему, да, или как-то теща это для парней, а свекруха, да, свекруха это для девочек, для невест, и вот свекруха была очень злобная женщина, она жуткая была женщина, и она всячески гонялась за Радхарани, а Радхарани постоянно убегала от своего жениха Кришни, да, а это, не помню как ее зовут, кому интересно, эта легенда довольно интересная, есть она в интернете, есть много интерпретаций подобной истории, я вкратце расскажу, без имен, без этого, да, и вот в этом месте этому святому явился Кришна, танцующий с Радхарани в облике павлинов, но на самом деле почему там произошло, эта свекруха, она узнала, что Радхарани встречается с Кришной на вершине Варшаны, горы Варшаны, и она решила прибежать, застукать, так сказать, обвинить Кришну в растлении девицы, отругать при этом всяческие Радхарани, а причем там же не только Радхарани было, там все подружки Радхарани были, то есть Радхарани никогда не ходила никуда сама, она всегда ходила в присутствии своей свиты, да, то есть в присутствии своих во сне подружек, Вишакхи, Лолиты, кто там еще, я не помню их, там, да, там их, на самом деле, их там намного больше было, но это основные, это самые близкие ее, это самые ее близкие энергии, по сути, это ее мистические аватары, да, то есть это она, проявленная в восьми других формах, и вот они все там были, и когда вот эта свекруха злобная прибежала туда, Радхарани сказала, что Кришна, ты знаешь, мы сейчас убежать отсюда никуда не сможем, мы не сможем спрятаться, а там действительно на вершине горы там плоское плато такое вот, и оно просматривается со всех сторон, и она говорит, Кришна, ты понимаешь, что мы отсюда не можем никуда убежать, а, ну, мне нельзя, чтобы эта вот свекруха видела, что я с тобой, да, иначе она поднимет скандал, а я не хочу скандалов, сам понимаешь, все такое, вот, и Кришна превратил Радхарани и всех ее подружек в павлинях, да, и сам превратился в павлина, и именно в этом месте они танцевали танец павлинов, и этот танец, он изображается на многих изображениях и в Ориндаване, и вокруг Варшаны, и на Варшане есть эти изображения, вот, как и на фресках, да, изображения, на стенные росписи, собственно, и вот этот святой, будучи слепым, понимаете, он нарисовал довольно большую картину, наверное, метр шириной, где-то 80 сантиметров высотой, и он нарисовал Кришну, танцующим с Радхарани в окружении вот этих вот девочек-гопи, Аштасакхи, подружек в Радхарани, и все они были в облике павлинов, понимаете, когда прибежала свекруха, она увидела, что, ну вот, она думала, что там, а ей кто-то сказал, что там вот Радхарани убежала, да, и она прибежала, увидела, что там только павлин находится, и куча этих девочек-павлиних, и она посмотрела, расстроилась сильно и ушла оттуда, вот, собственно, так закончилось ее преследование, но с тех пор эта история, она передается из уст в уста, и это очень такая сладенькая история, и там есть храм, и там есть место, где это все происходило, и это происходило именно там, где на самом деле находится этот храм, да, то есть там, где живет, лежил, сейчас этого святого нету, причем нету, по-моему, в 2002 году он умер, оставил тело, но картина, которую он нарисовал, будучи слепым, друзья мои, она нарисована очень красиво, я вам скажу, как он видел и рисовал, это просто не описать, вы же понимаете, я думаю, мы все понимаем, что, ну, сейчас более-менее там условия для существования храмов и паломническая сфера, она довольно хорошо развита, а тогда-то ведь они жили довольно скудно на горах Варшаны, да, то есть там вряд ли были какие-то возможности для того, чтобы попросить кого-то нарисовать эту картину, а ему пришлось все это рисовать самостоятельно, будучи слепым, друзья мои, это, знаете, вот когда-то, вот может быть, история не передает всех этих качеств, но когда ты там находишься и смотришь на эту картину, и ты понимаешь, что, а все-таки это рисовал слепой человек, это же какая милость, какое сострадание, какая любовь была проявлена в отношении этого святого, чтобы он смог это нарисовать, это мистика, это просто какой-то такой, знаете, неземной даршин, вот такая вот удивительнейшая история, то есть суть заключается в том, что та трансформация, которую, которая происходила тысячи лет назад с этими чудесными духовными играми, которые проявлены были еще в прошлое век, в прошлое тысячелетие, оно до сих пор все это осталось, и если человек обладает определенной духовной чистотой, то подобные знаки мы также можем, прикасаясь к этим местам силы, такие же знаки, такие же благословения, мы также можем получать, вот, мы также можем испытывать особые мистические трансформации, связанные даже вот с превращением в павлинов, и это чудо, это просто чудо, ну, для меня это было, вот, крайне интересно, я ни в коем случае не хочу сказать, что моя там супруга, еще раз подчеркну, потому что есть у нас люди, которые немножко периодически не дружат с головой и пишут глупости, вот, ни в коем случае я не подаю какую-то там заявку на святость нам, своей семьи, вот, у меня супруга довольно консервативный человек, она даже фотографии не разрешает мне нигде ее выкладывать, в общем, вот как-то так, не разрешает про нее ничего рассказывать, но поскольку это, поскольку эта история, она связана с святым местом, то здесь она разрешила, вот, а в целом, конечно, она, ну, практически все запрещает, так что вот так вот, вот такая вот удивительнейшая история, все, всем спасибо, до новых встречи, все, устойчиво, одnational сердце н 0